Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас гости необычные. В каком смысле? Потому что проект, который их объединил, когда-то начался, обо всём они расскажут его истоки, и он постепенно становится таким, ну, если не всенародным, то очень известным. И докатился уже и до Московской области. У нас в студии сегодня Ольга Ланина, мама бойца специальной военной операции, и Оксана Чепец, супруга бойца специальной военной операции. Ну и прежде всего, я так понимаю, то, о чём мы будем говорить, вас объединило. Здравствуйте! Здравствуйте! Да? То есть вы раньше не знали друг друга, не были знакомы, правильно я понимаю? Никто не был знаком, и благодаря, если это можно так сказать, ну, благодаря этой выставке мы все познакомились, дружились, мы теперь общаемся, встречаемся. То есть появился такой новый круг не просто знакомых людей. У нас своя группа, мы собираемся записывать песню, мы сочинили слова сами. Вот давайте постепенно обо всём, чтобы сразу сейчас так выболим всё. Значит, в чём важность для тех, особенно наших телезрителей, которые ждут сейчас каких-то таких, ну, лирических излияний? Речь идёт о фотовыставке, которая открылась 7 июля. Где открылась выставка? Где она проходит? В Люберецкой картины галереи, а Звуковая 3, любой может посетить, окунуться в эту атмосферу, которую мы создавали. А вы договаривались, да, с галереей, чтобы эта выставка прошла? Да, я позвонила Анне Валерьевне, она... Они у нас просто бывают здесь, поэтому я и спрашиваю, как... Её сегодня и видели, да. Она без проблем, мы написали письмо замглавы администрации, он согласовал в этот же день, и как бы вот начали распечатку. То есть вы, наверное, даже не ожидали, что так быстро делать? Да, это было вообще... Всё очень спонтанно. Спонтанно, это как-то... И так всё здорово, всё-таки отзывчиво, и, то есть, получилось... Ну вот, понимаете, тут такая любопытная история. Понятно, что присутствует и мама, и супруга людей, которые сейчас занимаются профессией, которая называется «Родину защищать». И, казалось бы, ну, сидеть, ждать, переживать, волноваться, чувствовать, трудно нам сейчас понять те, у которых нет, скажем, такой ситуации. Но зато огромное количество женщин, огромное количество мам, бабушек, детей, мужчин и женщин, которые тоже находятся в вашей ситуации. И тоже можно как-то, ну, сложить руки, ждать. Ну да, государство пытается помочь, кураторы спрашивают, откликаются. И вдруг такой проект... Так ждать легче, понимаете? Так ждать легче, чем-то заниматься, собирать гуманитарную помощь, либо плести сети, носилки. Вот моя свекровь плетёт носилки. То есть, а мы занимаемся такой творческой работой, да, вот этот фотопроект, он нам помог... Когда одеваешь китель, да, вроде как его тепло окутывает мужа или сына, да. И у нас она была создана именно на фоне сирени, не как она, в принципе, была создана... В студии. В студии, да. А мы ещё об истоках скажем. Да, да. На фоне сирени, потому что это символ. На фоне сирени, потому что это символ весны, мира, олицетворения добра какого-то. И девочки все вдохновились этой выставкой. Многие даже за 7 месяцев, на тот момент 7 месяцев вот прошло, впервые накрасились, нарядились, прически сделали. Вот вышли из этого страшного состояния. Да, да. Состояние у нас у всех, ну, как бы такое, да. Мы все сидим на этих таблетках, не знаю, на успокоительных, а тут все как-то вот окунулись. И все... У нас замечательный фотограф, который тоже откликнулось. Ну, не даром, но практически даром, знаете. Мы нашли те же жёны героев, а они сделали прически девочкам, накрасили. То есть, ну, это всё вот в таком формате, как и все. То есть, этот фотопроект, он так и подразумевает, что... Ну, не благотворительно, но как бы получается... Ну, я понимаю, о чём вы говорите. Это тот случай, когда в своём коллективе всё можно, да, решить. Конечно, найти. Кому-то подключить, у кого-то есть знакомые, кому-то предложить. Кто-то отказался, ну, всякое в жизни бывает. А по большому счёту, это такая история, которая требует, прежде всего, понимания отношений. А дальше она, мне кажется, сама уже заработает, что вы показываете. А вот скажите, откуда пошла-то эта идея вот такой выставки? Потому что, я так понимаю, она же зародилась не у нас, не в Люберцах здесь. Мы как бы подключились к ней, верно? Да, конечно. То есть, ну, не конечно, конечно. У нас тоже есть свои самородки, которые много что придумывают. Зародилась она в Самарской области. Жена офицера в ожидании как раз его вести от мужа. Накинула его китель, посмотрела на себя в зеркало, и, как говорится, лампочка зажглась. И вот сфотографировалась при поддержке своей администрации, сделали они фотопроект. И затем, можно сказать, как бессмертный полк покатилась это по стране. Ну да, это так они и позиционируют, что это хотелось бы, да, чтобы это стало такое вот... Даже слово акция здесь не подходит, а такое движение, что ли, когда... Ведь семья – это не только жена, это может быть сестра, это, естественно, может быть мама, это могут быть братья, кто угодно. Поэтому здесь очень такой интересный, творческий, казалось бы, да, элемент. И как бы воспитала мать, передала, чуть ли не говоря, не жене, да, дальше и пошло-поехало. Хорошо, когда есть кому передать. Да, да, да. Ну и вот мы перед программой смотрели, в социальных сетях очень активно самарские коллеги ваши позиционируют эту историю. Всё там расписано уже, так сказать, обдумано уже как некая творческая история. Но я хотел бы подойти конкретно к вам. Как это всё началось? Ведь это же нужно было вдруг в один прекрасный момент. А не сделать ли мне это? Увидела в интернете этот проект. Позвонила в КСВО, который глобальный, вот этот вот общий. Позвонила, уже мы не успели на Подмосковье. Они говорят, свяжитесь с Люберецким и как бы вот можете... Попробовать. Попробовать, да, и сделать эту выставку самостоятельно. То есть она мне объяснила, что у нас все свои, как бы грубо говоря. И визажисты, и фотографы, все это на добровольных началах. Ну вот и всё, и понеслось, понеслось, нашла фотографа и уже дали... А как вот вы собирались, вы как-то по социальным сетям... Мы создали группу фотосессии. То есть у нас очень большая группа, все мобилизованные жены. Захотели не все, сразу говорю. Ну как бы... У каждого человека свой фотосессии, да. И создали группу и уже начали обсуждать, когда, что и всё. И по датам организовались, и распечатали всё. Ну уже когда дали добро Люберецкая картинная галерея, то распечатались и как бы ждём. Ну, понимаете, тут очень такой важный момент. В жизни каждого человека, каждого, бывают невероятные совершенно вещи, которые связаны с его персональной жизнью и смертью. Когда со здоровьем что-то не так, не дай бог, авария или ещё что-то. Ну, чрезвычайная ситуация. А здесь мы все столкнулись с новым таким вызовом времени, когда это приходится делать. И мы знаем, что здесь бывают нас и депутаты, и администрация тоже пытаются делать всё возможное, исходя из того, что даже, ну, внимательно следить за всеми ребятами, именно которые с Люберец пошли. И я ещё раз говорю, что ведь есть такое слово «подвиг», да, и есть профессиональный подход и так далее. То, чем ребята там занимаются. Вот сейчас военкоры, да, на всех каналах нам же показывают. Мы понимаем прекрасно, что военкор не может рассказать реальную картину, потому что это государственная тайна. Поэтому что он рассказывает? Он показывает конкретные бои. Очень всегда интересно, когда он просто общается с ребятами, да, которые каждый разный по-своему. Я вот думаю, наверное, жёны мобилизованных, мамы сидят, все эти программы смотрят, надежден на то, что вдруг случайно можешь своего увидеть. Мы перестали смотреть эти программы. Ну, было такое. Да, было. По началу, конечно. Да, да. Вот. И, казалось бы, человек так устроен, что, ну, вы правы, да, некоторые хотят сами, никуда не участвуют, обособились. Да, да, да. Отделиться от всего и как бы так легче. Но беду же, это беда, беда в том смысле, что кто-то пытается эту беду решить на поле боя, а для вас беда – это ожидание, надежда, вера и так далее. Все, кто рядом с вами, конечно же, вас поддерживают. Я имею в виду не только ваших, ближний круг, дальний круг и так далее. И, казалось бы, вам должны писать картины, вам должны что-то приносить, я уж не знаю, и приносят, наверное, какие-то документарные помощи, но ваше замечательное в этом плане дело в том, что вы сами решили совершить вот такой элемент, я бы даже сказал, искусства, такого современного. Конечно, мы же в истории, мы должны эту историю запечатлеть. А у вас другие еще ощущения, потому что вот у нас, когда 9 мая идет, ну, переодеваются, например, певцы, певицы. Я, например, очень всегда трудно это воспринимал, почему? Потому что, ну, как-то это немножечко… Если ты актер, ты играешь в кино, ну, понятно, как бы, да? Да, да, да. А здесь… Как-то наигранно выглядит. Да, вот выглядит наигранно. А здесь, я посмотрел просто вот фотографии, и этот подход, и там, и у вас, а здесь именно видно, что это одновременно и красота, и радость, и боль, и ожидание, и надежда. Поэтому это точно нужно назвать выставкой. У некоторых фотографий прям вот боль чувствуется, вся боль, которая у нее в душе. Она абсолютно, она не актер, никто, она не фотомодель, да? Она смотрит в кадр, и у нее такая прям вся боль, которую она чувствует, это вообще просто… А вы как-то отбирали эти работы? Какой-то был у вас, ну, мини-конкурс? Ну, работы как таковы, отбирались самими участницами, то есть что больше нравится. Ага, то есть они делали некую фотосессию, и потом… Ну, просто получали свои фотографии, смотрели, какая больше нравится, когда, как говорится, не стыдно показать людям. Ну, вот давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу, и немножко уже поговорим конкретно, как это все собиралось, как моделировалась эта выставка, вот что на ней могут увидеть жители городского округа Люберцы. Я так понимаю, что все-таки потихоньку это застрелом таким стало, и выставки будут и в других городах, и в других районах, потому что по стране очень много семей мобилизованных, мы это прекрасно понимаем. Даже нам цифры-то не называют, наверное, точные, но мы с вами примерно это понимаем. И мне кажется, что сегодняшняя еще программа важна для того, для тех, кто вот, может быть, сейчас сидит еще в своем, ну, опять же, по-разному психологически человек воспринимает свою персональную личную тревогу. Ну, вот один из способов вместе выйти из этого состояния. Делаем паузу и продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Ольга Ланина, мама бойца специальной военной операции, и Оксана Чапец, супруга бойца специальной военной операции. А вы имена-то хоть просто имя можете назвать-то? Мужи? Конечно. Антон. Антон? Да. Так, а ваш? Александр. Александр. Вот, Антон-Александр, шлем флюиды через них. Всем-всем-всем. Итак, вы подсмотрели в хорошем смысле слова, увидели, кто он первую фото сделал и кинул клич. Как начали собирать эту выставку? Позвали фотографа. Да. В один день организовали встречу. Значит, первая часть девочек у нас приехала. Это же надо было подготовиться девочкам, не просто что-то приехать. Конечно. Я вам говорю, все просто нарядились, нарядились, купили себе платье за столько времени, наверное, впервые. Значит, прически понаделались. Ну, как бы, вот кто? Визажисты, которые кто-то работал когда-то там, занимался визаж... Ну, визаж, что же ты говоришь? Визаж, да. Прическу сделал. Визажист-дизайнер какой-нибудь. Да, да, да. Все это организовали и в один день отсняли одну партию, если можно так сказать, девочек. В другой день вторую. Так, получилось сколько в итоге? 22 фотографии. 22 фотографии. Да, на каждой фотографии у нас еще письмо. Письмо своему супругу, либо своему сыну. То есть это такое фотописьмо, можно сказать, да? Это фотописьмо, да. То есть с одной стороны фотография, с другой стороны письмо. Письма написали всем, прислали мне в личку и как бы уже все это объединили в этот... Плакат, портрет, я не знаю, ну, объединили. Понятно. А как вот во время работы шла, когда работа, вот какие были, ну, все-таки люди как бы незнакомые, как вот постепенно становились, ну, если не друзьями, то коллегами? Я сейчас вспоминаю и улыбаюсь. Это было очень вдохновенно, можно сказать. На самом деле, да, вот мы общаемся в основном в соцсетях. У кого-то есть фотографии, у кого-то нет фотографии. Они там очень маленькие. И когда девушки стали подходить, ты даже не понимаешь, кто этот человек. Кто есть, кто, да. То есть подходили, говорю, давайте мы, может, в следующий раз бейджики сделаем, напишем, кто есть кто, и маленькая фотография из соцсети. Да, а потом, ну, тут такой момент есть, что, вот как вы говорили, у нас окружение нас поддерживает, но вот эту вот истинную боль, наверное, может понять только тот человек, который находится с тобой в одной лодке. И это, на самом деле, прямо очень сплотило, и можно было даже не рассказывать никому ничего, как ты там живешь, как ты ждешь. Это понятно, да. Прямо такая сбитая, могучая кучка была. Друг друга перебиваем, рассказываем. Ну, вот это вот у нас прям вот... То есть фактически родился такой клуб, да, во время подготовки, казалось бы, такого проекта, да, интересного, да, заимствовано, но почему не заимствовать? Если хороший, да. Конечно, это все, он всероссийский, естественно. Вот, и оказаться, что вот эти люди, кто... Близки по духу, да, все... Да, и когда один взгляд, знаете, как ты все понимаешь, и взгляды разные. У кого ситуация получше, у кого ситуация похуже, кто-то что-то лучше знает, кто-то меньше знает. Ну, да, боевые действия есть боевые действия. Ну, хорошо, теперь сама выставка, тем более мы договорились, что вы еще нам расскажете о песнях, о стихах, о творческих планах. Но сначала выставка, вы получили на нее разрешение. Но у вас вот какое было, ну, скажем, ощущение, что у нас будет выставка? Одно дело, когда вы фактически, ведь по большому счету, вы сначала для себя, наверное, это делали, да? Для своих родных бургийских, да? Конечно, мы про выставку не мечтали. А тут же придут другие люди. Причем люди придут, которые находятся, может быть, в такой же ситуации, как вы. И люди, которые, да, у них, ну, в силу разных причин, или еще никто не воюет, или уже никто не воюет, да, я сейчас не говорю про печальный исход, а просто вот обыватель, который все-таки волнует эту тему, потому что она как бы волнует сегодня всех. И вы же понимаете, что они будут смотреть на это другими глазами. Вот как вы считаете, что бы вы хотели, чтобы они увидели в этой выставке? Что вы хотели передать, как, ну, художники, как авторы этого мероприятия? Сложный вопрос, нет? Да, очень. Давайте раскрутим вместе его. Я думаю, что прежде всего, учитывая, что у нас фотографии сделаны весной, сирень, 9 мая, День Победы, но ассоциация-то она прямая с сиренью у нас у всех. С жизнью? Да, с жизнью. То, что жизнь была, есть и будет. То, что будет благоприятный исход, и опять в нашей жизни засветет сирень, если можно так сказать. И запах сирени, и все будет светлое, красивое. Для этого олицетворение мира, надежды, да, какой-то, победы. А вот скажите, там вы уже какую-то, может быть, книгу положите на выставке, чтобы, ну, знаете, как вот на выставке, отзыв о выставке. Это хорошая, кстати, идея. Хорошая идея. Прекрасно, дарю. Спасибо. Берем. Посылайте книгу, да, вот прям сегодня купите какую-нибудь красивую. Чтобы люди свои мысли оставляли. Конечно, потому что вам тоже этого... Ведь тут еще, понимаете, давайте говорить откровенно, еще работает такая система. Кому-то повезло, кому-то не повезло, так думают люди. Кто-то сбежал, ну, мы все знаем эту историю, кто-то убежал. Кто-то ничего не делал, как сказали, пошел и пошел. Ну, положено и положено. То есть тут очень много всяких разных объектов. И мне кажется, что вот такая вот выставка, она показывает, ну, некую силу духа, которая... Силу духа этих женщин, какие эти женщины сильные. Да, и одновременно силу духа ваших родных. То есть вы как единое звено выступаете. Да, 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 это все объединило и помогает и нашим близким там, которые находятся. То есть, ну, мы в это верим. Хорошо. Там еще написано 400-летие Люберец. Это как бы у нас сейчас как раз год 400-летнего юбилея. Скажите, вы сказали, что вы обращались. Вам очень быстро все помогли, да? Вы в администрацию обращались? Да, мы обратились в администрацию, нам написали письмо, отправили, и нам подписал замглавы в один день. Пригласили главу на открытие выставки. Ну, я думаю, что, раз уж позволите, пару еще вам тоже лайфхаков, как сейчас говорят, предложу, вдруг это тоже заработает. Потому что нам тоже хочется как-то поучаствовать, потому что мы все время на работе. Наверное, будет интересно, вы говорите, там, значит, есть девушка, есть письмо, и, наверное, было бы интересно что-то узнать об этой семье, об этих, ну, насколько это вот ушел, куда, как, что и так далее. Это я так вот, да, произвел? А в финале, в конце года, можно и календарь выпустить. Почему бы и нет? Календарь – это вообще отличная идея. Правда? Да. Вот, тогда вот… Мы подарим вашей программе календарь. Почему? Генератор идей. Да, да, да. Просто, понимаете, тогда можно еще подумать, если делать уже календарь, там уже по временам года можно поиграть. Не только брать уже сирень, ну, это я так. Конечно, фон поменять. Почему? Поменять фон, например. Потому что, представляете, если делать такой календарь, и потом ребятам как-то попытаться отправить. Причем даже не важно, что это будут не ваши. Не свои женщины. Сама, само ощущение. Мне кажется, что наш человек, он очень заточен на… Вот, знаете, как раньше, бабушки одинокие после войны, да, когда все не вернулись, они просто радио не выключали, чтобы хоть кто-то с тобой разговаривал. Разговаривал. Такая важная история. Поэтому я к чему веду? Проект действительно имеет продолжение. И могут быть разные варианты. Потому что вот жили себе люди, да, там, жена и муж. Муж ушел. И давайте узнаем, как, что происходит и так далее. Почему? Потому что к нам сюда приходят депутаты. Представьте, администрация, их задача – помогать. Нам помогают депутаты. То есть мы, если обращаемся в администрацию, спасибо им, вот, пользуюсь возможностью. Была у меня ситуация, что я обратилась в администрацию, и ко мне аж 4 депутата. Ооо. Да, да, то есть с подарками, со всеми делами. Ну, помощь есть. Да, а ваше, видите, вы выбрали неожиданный такой подход. Мало того, что вы помогаете так, саму по себе, да, имею в виду, и сети шьете, да, как вы сказали, разными способами. Ну, и творческая история, потому что сейчас уже у нас и гидбригады всякие создаются, тоже ездят, чтобы как-то ребят поддержать. Вот я подвожу к тому, что вы тоже решили какой-нибудь концерт создать. Мы этой же группой написали песню, то есть это не был там какой-то взятый текст, каждый по строчке. Ух ты! Да, грубо говоря, по строчке. Прямо гимн группы, да? Как будто гимн, но там вся наша боль, что вот там нет связи, то... Ну, вот все, что мы чувствуем, все мы вот в этой песне и прописали. И нашли студию, собираемся записываться, да. Ну вот, смотрите, опять же, лайфхак. Обязательно попытайтесь поговорить с депутатами, вот, пусть они вам найдут операторов, ну, и найдете своих, поснимать, как вы это готовили, да, то есть называется фильм о фильме. И может быть, ну, трек вы запишите, да, там, я надеюсь, вам тоже поможет. А потом, может быть, сделать, ну, не хочу это называть клип, а вот какое-то такое микромузыкальное, музыкальное видео такое, которое сейчас, как вы понимаете, видео наиболее смотрибельное. И представляете, и пошлете его, и даже если кто-то там, это один из ваших, вот, девчонок всех это увидит, я имею в виду, кто-то из ребят увидит, вот, моя, все. Да. Потому что, мне кажется, что в этот период кажется, что все твои, потому что такая ситуация. Так и у нас такое ощущение, что они все наши, у нас нет такого, я отправила мужу, я отправила ребятам, ну, то есть, да, там, вот, ну, как бы, это они все наши, они все, как бы. Вот, я хочу вам, Ольга и Оксана, сказать, ну, приближаемся уже к финалу нашей программы, во-первых, большое вам спасибо, что вы смогли вот как-то, ну, я не знаю, тут даже не подходит слово перебороть, а найти себя вот в этом новом таком подходе, и, как вы видите, у него еще очень есть продолжение. Продолжение, да. Это не только раз сфотографировались и успокоились, то есть, есть еще над чем работать, и есть чего еще придумать. Ну, вам спасибо за идею. Большой потенциал. Да, да. Вот, поэтому мы желаем вам успеха, мы желаем, чтобы потом пришло время, когда вы выпустили календарь, каждый со своим, чтобы вдвоем все были, по двое. Ну, да. Парные, парные такие фото. Вот, ну, и если будут новые идеи какие-то, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы им в новостях расскажем, в студию пригласим поговорить. Спасибо. Вот, всего вам доброго. Спасибо огромное. До свидания, не переживайте, а мы с вами всегда. Оксана Чепец, Ольга Ланина, спасибо вам большое за то, что не постеснялись. Спасибо, что пригласили. Рассказали. Давайте действуйте, у вас все только начинается. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова